Здравствуйте! О чем вы мечтали в детстве? Забылась ли ваша мечта и почему вы решили выбрать такую профессию? Здравствуйте! Ну, педагогом стать, это смешно говорить, на самом деле, педагогом действительно это как призвание, но в детстве об этом не думаешь. Единственное, что склонность была к этому у меня из-за того, что создавала команды, как Гайдаровских вот этих вот книгах, вся Тимура и его команда, как-то организовывала людей, умела это, не людей, а детей именно со двора, в деревне у бабушки, конкурсы организовывала, выставки, концерты, то есть такая организаторская деятельность бурная была, а потом только в художку поступила и как-то потом все совместилось. Не мечтала быть педагогом, просто в детстве об этом, как-то, мне кажется, никто не мечтает. А где вы родились, кстати? Я в Москве родилась, мне папа военный, потом только родилась, практически сразу переехали в другое место жительства. А как так вышло, что сейчас вы преподаете в художественной школе? Ну, преподаю я уже более 27 лет, вот, и на одном месте. С начала образования школы закончила художественно-графический факультет и пошла работать по специальности. И все закрутилось, завертелось, и вот до сих пор я здесь, с вами, еще не выгорела, еще работаю, еще могу. Что, по вашему мнению, самое сложное в преподавании? Преподавание? Ну, вот о чем я всегда говорю, выгорание. Очень сложно работать с немотивированными людьми, с детьми. Это очень самое сложное, когда они не хотят, а ты их заставляешь. В нашем деле нужно желание огромное от детей, и тогда пойдет такое желание от педагога, если от ребенка есть рефлексии. И больше нам ничего не нужно, на самом деле. Нет, самим рисовать, самим интересоваться, быть очень организованным человеком, системным человеком, методичным, и в то же время быть легким, контактным и, не знаю, какие еще качества перечислить. Мне кажется, педагог должен всем человеческим качеством обладать, для того, чтобы считать даже правильно и так далее. То есть это настолько собранный человек должен быть, не летающий в облаках. Вопреки думающим людям, что творческие люди, это люди, которые творят, придумывают. Нет, это совсем не так. А как Вы считаете, какие факторы больше всего влияют на выгорание? Факторы? Много что влияет. Даже физическое здоровье может повлиять. Зима может повлиять, которая затянулась из сугроба. Да нет, конечно, это все так. Слова выгорания – это обычные люди, это психологический фактор. Как бы я еще раз говорю, что когда много-много-много, нужно остановиться, осмотреться, проанализировать. В какой-то момент человек созревает, возраст тоже интересные моменты добавляет, мысли, добавляет мудрости, и ты начинаешь думать. Как говорят, есть возраст переходный, такой не только у Вас, но и у нас. Думать, для чего это, зачем это. И вот как только углубляешься в это, не обстановку такую вокруг себя создаешь, нужно быть психологически здоровым человеком. Тянуть все за волосы. Хочется, не хочется, а работаешь. Потому что понимаешь, что все-таки ты не для себя работаешь, а для детей, которых надо учить, которым надо что-то дать. И они не заставят себя ждать результаты действия. Да, Даша? Вы были свидетелем, как Ваши ученики выбирались из выгорания? Из выгорания нет. Таких у меня не было учеников. Много, кто поступает в ВОЗы, кто занимается нашей деятельностью, продолжает разнообразно, кто дизайн, кто преподаватель. Не встречала. Хотя был случай, вот у меня очень интересный мальчик. Можно долго рассказывать, да? Конечно. Которую я работой всегда привожу в пример. У него был 11% зрения, Саша Гордеев. И он очень долго учился из-за того, что не мог найти профессию, хотел обучиться, достичь своей мечты. И он отучился в Ивановском колледже художественного на живописи. Потом поступил в Штиглица Санкт-Петербурга. И я его всегда поддерживала, всегда с ним переписывалась, общалась. Тут вдруг он пропадает. И совершенно как-то действительно, не знаю, пути Господни неисповедимы. Очень интересная история происходит. Мы забираемся в Карелию. В такой уголок дальний, в котором как бы и не ступала нога человека. И там есть такая оборудованная деревня викингов. И очень странный такой народец. Как будто бы непонятно, для чего они там собрались. Ну, экскурсию нам провели. Сказали, посетите мастер-класс. Вот гончарная мастерская. И, значит, кого я встречаю в гончарной мастерской? Александра Гордеева. В такой дыре, что не пересказать даже словами. И он такой, я говорю, Александр, ты учишься? Нет, говорит, я взял академию. Я устал. Я вот тут вот в компании, как бы провожу мастер-классы, зарабатываю денежку. А я смотрю, что как бы общение у них не очень простое. Там, скажем так, не будем раскрывать все карты. Мы это все увидели. Это я с семьей была. Я ему говорю, Александр, возвращайся в учебу. Это что-то не то. То есть я куда-то путь туда не свернула. Он говорит, я устал. Я говорю, нет, дорогой мой, надо доучиться. У тебя была такая цель. И надо ее как бы завершить. Тем более мужчина. Вот. Он такой, хорошо, Надежда Николаевна, я вас услышал. А если честно сказать, вы как вот с небес на меня свалились, как вот специально. И в сентябре, когда мы с ним списались, он написал, спасибо вам за то, что вы появились снова в моей жизни. За то, что вы дали мне творческий пинок. Мы всегда с ним на таком языке разговаривали. Я снова учусь и буду заканчивать обучение. Вот такой вот случай произошел. Не знаю, как у вас. С чего началось ваше обучение рисованию? Сама рисовала. Интересно было. Причем с натуры начинала рисовать. Как-то вот так вот. И параллельно вовлекала других. Не только я в нашей семье художник, но и мой двородный брат, который говорит по-прежнему, что я в его жизни внесла очень большие коррективы. Если бы не я художником бы и не стал, то их я заставляла, ставила натуры, делала выставки. Работы до сих пор хранятся. У нас были не только рисовальные работы. У нас и пластилин был, и глина была. Что мы только не делали. То есть как-то все так организовывала, так преподавала, прям серьезно так. И сама рисовала. И сейчас член двух художественных больших союзов. Союз педагогов-художников, он международный, и союз Подмосковья. А чем занимается союз, международный союз художников? Педагогов-художников. Он занимается, конечно же, работой и как с педагогами, так и с детьми. Организация конкурсов, пленеров, форумов. То есть мы встречаемся, обмениваемся мнениями. Форумы эти очень яркие, крупные всегда. Мои доклады всегда, каждый год практически проходят. Я делюсь опытом обязательно. Вывожу детей на пленеры, насколько вы знаете. И участие в конкурсах, бесконечное участие в конкурсах. То есть союз всегда поддерживает педагогов. Первое слово, союз педагогов. И только потом художников. И свои выставки делаем, за что им тоже благодарны. Потому что педагогов не здесь, как художников воспринимают. А у них это как бы очень яркие выставки. И зря говорят, что не каждый педагог может быть художником. А все педагоги очень интересные, разнообразные. И, как я говорю, что это такие люди, которые не зря попадают в свою профессию. А как вы оказались в этом союзе? Как оказалось, я делала по пленэрам. И этот союз был создан буквально на коленке, на моих глазах. Тоже вносила предложение. Этот союз был создан в 2010 году. То есть я давно уже там. И он развивается международный. Он был сначала региональный, потом всероссийский, потом международный. И сейчас у него такой охват. Такие интересные вещи они делают. То есть и педагоги всей страны, я не знаю, даже не берусь сказать, сколько там участников, но очень большое количество в этом союзе. Мощный союз. А что, по вашему мнению, самое сложное в обучении? Ну, чтобы ребенок, который не осознал, для чего он пришел, якобы он умеет рисовать, он увлечен творчеством, осознать, насколько это, что это за творчество, что в нем нужно делать, как его нужно создавать, потом для чего это все. Чтобы это была мотивированная и цельная такая вот направленность, чтобы не просто так вот пришел, порисовал, для себя стол спрятал, а чтобы это пригодилось в жизни. Развить ребенка и продолжить направление обучения или профессию вообще дать в жизни. То есть сделать, как скажем так, профессиональный толчок, профориентацию. Вот так вот говорят. Можете ли вы что-то пожелать или дать какие-то советы нашей команде? Вашей команде? Ну да, как можно больше всего интересного. Развивайтесь так, чтобы не быть ни на кого похожими, чтобы нашли какую-то свою изюминку, потому что сейчас современность дает столько возможностей, разных и медиа возможностей, так, чтобы вас узнавали, чтобы вы были узнаваемы и неповторимы. Да, личностями яркими, неповторимыми. И команда ваша во главе с руководителем. Спасибо за интервью. До свидания. Не за что. Всего доброго.